Рубрика анекдот в студию Пацаны Рассмеши Таркушу Сделай, чтоб он смеялся Рассмеши Таркушу Чтоб за живот хватался Кто мне расскажет смешной анекдот в скайпе Тот получит 50 тысяч Алло Алло Алло, алло Привет Привет, слышно Ильдар, Ильдар Тебя зовут Ильдар? Да, меня так зовут Сколько тебе лет, откуда ты? Я, короче, из города Уфы 16 лет Делорензи сосед твой, наверное Делорензи, да, он нет, блядь У меня таких соседей нету Так, ладно, мне уже слышно Так, продолжаем Ну что? С вебкой, короче, сейчас я О, с вебкой, пацаны У нас, так, сейчас у нас будет анекдот на 100 тысяч, короче Вот, смотри, как тебе? Не, надо, чтоб тебя было видно Что это ты мне за... Так это мой брат, блядь, мой брат, он будет рассказывать, нормально Подожди, я сейчас людям покажу, если, блядь, что если, кобезьяну какую-то показал Ты чё, блядь, моего брата скорбляешь? Чё, блядь, у тебя брат как обезьяна, блядь? Негритос какой-то Давай себя показывай Нормально Покажи свой левый глаз нам Левый глаз, вот он, блядь А нет, это не... Вот левый, да, всё правильно Что ты брату в глаз тычешь камеру, ёб Нормально, чё ты ему будет рассказывать, чё? Нет, не пойдёт Так только 60 тысяч Давай 60 тысяч пройдёт, нормально 60 тысяч, ладно 60 тысяч, всё Себя покажешь, будет 100 тысяч Но это ещё в случае, ты рассмешишь, если... А смотри, если, допустим, я рассмешу, потом покажу, то чё? Всё? Папки? Плюс? Ты должен рассказывать сам на вебку, блин Так так, не, нахер, да, давай, блядь А то, блядь А вдруг ты настолько смешно расскажешь, что я потом сделаю отдельный видос, короче, ты будешь звезда ютуба Да, блядь, потом моя училка посмотрит, блядь, помотешь и всё, блядь, мокрое место от меня не останет Да, ёб, скажет, два паста Ладно, всё, Эльдар, давай, мочи Смотри, короче Заходит гей в колбасный отдел и говорит Дайте мне, пожалуйста, подб***ь колбасу Тихо, тихо, тихо Дайте мне, пожалуйста Дайте мне, пожалуйста Ещё радовать с 얘기를 Сайта, блядь, говорит Дайте, пожалуйста, полбасу Продавщица говорит Вам нарезанную или целую? Он, блядь, говорит У меня жопа или копилка, блядь Блядь А мог сто тысяч с заработ, ах-х-х Чьф лицо спалил да лицо говорят спалил спалил да вроде нет может там частично только все он там голый сидит без трусов что ли без трусов и рассказывает про колбасу так пацаны жду звонок алё привет что как настроение как тебе зовут сколько тебе лет и 11 лет два красавчик молодой зеленый где мои 11 лет как сейчас помню бегал по улице в одних трусишках ладно так это самая назар откуда ты конечно каждый день там у меня родственница живет до запорожская область кушугом да да светку знаешь светку на 3 улице там живет и конечно ты не знаешь на 27 лет ну ладно ладно в общем увидишь светку строитель улице в кушугоми скажешь от тарку привет она поймет ладно рассказывай анекдот назад давай ну что ли что это за звуки там микрофон газует ну давай рассказывай я дурно смех я со всего смеюсь не переживай давай а может с вебкой до 100000 будут они то выпки понятны вышел заяц на кольцо почесать свои яйцо смотрит 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 нет яйца я не ожидал пацаны я реально ждал анекдот он давай песню петь короче стихи читать ты просто хотел стать знаменитым до назар ну ты получил то что хотел ты доволен передай всем привет скажи как ты их любишь короче скажи я вас люблю там а это еще не забудь про светку короче с третьей улице там и махнешь рукой а 3 ну блин я не помню там как в село въезжаешь третья улица от этого ну там она на углу живет возле 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 хастронома живет она островского вот тут возле островского возле островского возле вот светки скажешь тарку предупредит 27 27 лет спросишь там все красавчик вот такой пацан давай молодец пока алло 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 привет привет вы попали в прямой эфир на передачу рассмеши таркусю туда именно и звоню как тебя зовут сколько тебе лет мне 17 лет звать кирилл так откуда ты из города ангарска ангарска где-то иркутская область далеко плюс 5 от москвы давай мочи анекдот и так анекдот меня так в общем была семья не был ребенок была ночь ребенок захотел попить водички проходит мимо комнаты родителей посмотрел в щелочку и сказал про себя и это они еще меня вводят психологу то что я пальцы сосу боже какие тупые анекдоты да я с них чё-то ржу алло алло здравствуйте привет вы дозвонились на телепередачу рассмеши портного тар тарк но тар тарко короче хотел портного сказать я уже понял у меня анекдот небольшой но где смешно будет ты готов представься хотя бы зовут меня кирилл мне 14 лет кирилл 14 лет был только что один кирилл рассказывал всякие пошлости уже будешь ты тоже будешь пошлости рассказывать все хулиган смотри мне так ладно откуда ты я из одессы у одесса флазе хватит орать это у меня кота так зовут если я знаю телефон не разбил смотрите этот iphone флазе иди пожалуйста займись об новой это самое ну что кирилл 14 лет давай расскажи смешной анекдот ну слушает она депутат выступает в зале и говорит в общем вот школьники начали ходить на несанкционные митинги ну типа за это нужно лишать родительских прав ну и кто-то там из зала крикнул а если ваш пойдет он отвечает мы не пойдет ответил депутат он учится в америке да не смешно ну так в этом-то и прикол кирилл 14 лет из одессы одесса жемчужина у моря все красавчик спасибо тебе удачи тебе давай уже сколько вызову алло алло здравствуйте здравствуйте как тебя зовут олег олег сколько тебе лет а с какой ты улице хотят с какого ты этого населенного пункта откуда тернополя так ты умеешь разговаривать на шире украинский мови красавчик вот такой пацан так рассказывай анекдот тогда смешной чтоб я смеялся одной школе баллы цифры заменили буквами и наих учебал был и учитель говорит будете все время получите по ебалу по 3 балла по 5 баллов погиб не ладно это смешно да это смешно мне вообще легко рассмешить потому что вообще до себе алло здорово привет ночью к все отлично а ты шо только проснулся не не тебе 13 лет до мне 14 4 малолеткам там по 13 мне 14 ну это самый ну рассказывай тогда анекдот вспомнил красавчик красавчик давай расскажи нам смешной чтобы я смеялся за живот держался чтобы делал так я тебя понял 30 лет ума нет кошмар давай рассказывай ну короче город ну большой типа вот москва питер на ну идет такая челка жопа такая когда убила за тут идет такой ашот весь заросший такой знаешь как обезьяна черный весь такой ну и смотрит идет челка у него раз так прибор привстал вот ну и все и штаны порвались он присел опозорился побежал быстрее домой отдел новую штаны идет потом опять по городу смотрит еще одна такая тёлка идет он короче раз такой опять штаны порвались ну все у него выбесил это побежал он к доктору спрашивает спрашивает почему почему рвутся штаны он говорит а вы привяжите к ноге типа его ну и тогда все будет нормально ну он раз привязал к ноге идет по городу по городу идет такой у него раз и нога задралась у него раз опа две ноги задрались к нему это тёлка такая оборачивается назад на него смотрят мужчины что с вами случилось может вам скорую вызвать там еще что не говорят не пошла отсюда а то сейчас вообще в дугу сожмусь из-за тебя концовка не смешная конечно сама история просто ржачная алло приветик как тебя зовут откуда ты максим максим сколько тебе лет максим 13 13 где мои 13 лет кошмар самый золотой возраст как бы говорят самый лучший возраст 17 15 16 лет не там уже один как начинаешь думать ну и нафиг вот 13 лет это вообще как беззаботная жизнь так давай откуда ты скажи еще раз хабаровск хабаровск красавчик возможно мы родственники у меня папа когда-то был хабаровске так рассказывая анекдот мама . ходили на дочка маленькая словарный запас был небольшой она любила повторять все новые слова вот бегает по гласкире и громко с выражением повторять новое для неё слово лэйзи ху**а лэйзи ху**а синтезировала то что слышала на рынке но история не об этом на всех наших компах и телефонах тут же появилась реклама эзотические букты оптом и в розницу доставка от АБС килограммов ты все алло алло привет привет дружище как дела хорошо за внешний вид извините который в больнице обстоятельства сложились как ты чем там болеешь да нормально все слышно чем ты там болеешь операцию где сделали на спину небольшую в общем так будет все нормально но это хорошо что все нормально прошло да все прошло отлично красавчик значит рассказывай как ты шо ты сколько тебе лет как ты попал на мой канал ой слушай попал я на него еще давным-давно-давно когда наверно на первом курсе может еще учился ты как ты знаешь пацанами тоже баловый за счет привычки снимали там пацан туда-сюда я на тебя наткнулся но это было года четыре назад не 40 это наверное да это еще сколько тебе сейчас лет 24 да как раз я же сколько в одиннадцатом году я начал снимать а потом свалил потом надо я все это помню слушай на так что ты нам что-то смешное расскажешь да не знаю смешное не смешное расскажу один какой-то короче дело в чем и тут два пацана ну и типа вроде как шутку друг другу ну типа не в обиду да просто патрульски за ними идет за ними идет мужик вот вы пацаны друг друга называете а сами не знаете что это слово значит сходить ему на зону найдите мужика там какого-нибудь рядом он вам все объяснит все на зону или не пошли пошли в деревню там нашли мужичка он где-то полжизни отсидел так и так и так подходит отец расскажи нам что это означает он все говорит ну слушайте пацаны дело было так чужой на зоне холодно голодно весь замерз шубы нету подходят два типа слушать есть предложение давай мы тебя часы и впереди назад за это тебе дают шубу до тех кто жарят на шубу не дают да красавчик спасибо выздоравливай там все было нормально спасибо благодарю всем счастливо давайте давай удачи тебе тут должна быть музыка классная и финальная такая чтоб вы подписались все но я решил ее встретить сам подпишись и лайк поставь давай давай ты же красавчик лайк а колокольчик подпис Organization Субтитры сделал DimaTorzok